Как вы знаете, я люблю пробовать новое, поэтому сегодня поработаю в доставке на электромобиле Tesla Model 3 в роли извозчика Саша с канала Alex иди таксуй. Он расскажет о преимуществах электрокара и поделится своим опытом. Помимо выполнения заказов, мы также заедем на зарядную станцию, а еще я попробую себя в роли автомойщика. Короче говоря, будет интересно, не переключайтесь! Выходить я решил со способом передвижения электровело, потому что тарифа для электромобилей пока нет, к сожалению, да, Саша? Нет. А так хотелось бы. Вот, работаем электровело, Яндекс.Еда, район, ну, близ Москва-Сити, Кутузовский проспект. В общем, неподалеку от центра, начинаю кнопочку, начать слот. И посмотрим, что из этого получится, покатаем несколько часов. Повышенная минималка 350 рублей, это здорово, ну, нас-то не интересует. У нас все-таки свободный слот. Вуаля, все, слот начался. Ну что, друзья, упал первый заказ, долго ждать не пришлось. Заказ из кулинарной лавки братьев Караваевых на улице 1905 года. Геолокация здесь тупит, поэтому Яндекс подумал, что мы находимся в Москва-Сити, и заказ вот упал, в принципе, из близлежащего района. Но нас устраивает, мы на машине сегодня работаем, поэтому сейчас направляемся туда, и, я надеюсь, довольно быстро с этим заказом расправимся. Он не тяжелый, должен быть, потому что это все-таки заведение, это ресторан, не магазин. И едем, что сказать еще. Отправляемся в путь. Мы прибыли на место, высаживаемся, быстрее катапультируемся, потому что здесь нельзя стоять. Вот такие, конечно, доставки на автомобиле в центре Москвы довольно запарные. Тем не менее, зато быстро добрались. Друзья, к сожалению, очень нехорошо поступают сотрудники лавки братьев Караваевых. Проставили статус, что заказ уже готов к выдаче, а по итогу я сделал минут, наверное, 15. У меня мультизаказ, то есть две точки из одного заведения. Оба заказа на конец-то у меня, в сумочке они небольшие, такие компактные. Сейчас поедем их отвозить до клиентов. Слушай, автомобиль я купил, наверное, года полтора назад уже. Ага. Это Tesla Model 3, 21-го года, да, покупал ее с пробегом 2000 километров. То есть вообще она еще в пленочках была тут, отдирал, так скажем, пленки. Вот, но это американка, это биток, и она была бита в морду, там не сильно, фотки есть. Если хочешь, по ВИН-номеру пробьешь, там подкинешь фоточки, там, ну, еще добавлю. Типа, ну, чтобы было понимание, да, вообще, что это такое. Получается, машину на уфтоне выкупили, привезли в Беларуси, а в Беларуси уже я забрал. Если не секрет, сколько заплатил? Три-пятьсот. Ну, три миллиона она встала в Беларуси, пятьсот на растаможку, на документы, там. Все дополнительные затраты. Да, да, да. Это вообще нормальная цена для нее? Ну, вот смотри, я вчера или позавчера, вчера, наверное, общался с человеком на зарядке. У него точно такая же Tesla, только в 20-го года. Он ее взял за 2-4-е, на миллион дешевле. 20-го года. Как бы... Да, и как будто немножко... Да. Немножко переборщил. Ну, вот смотри, он ее взял, у него, по-моему, пробег 60 был. Я могу ошибаться сейчас, ну, там, по-моему, был пробег 60, он говорил. У меня был пробег 2000. То есть, скорее всего, вот у меня такая цена, получается, за счет того, что... Маленький пробег. Маленький пробег и так далее, то есть практически нулевый. Плюс год. У меня уже арест, у него дорест. То есть, там различия небольшие, но тем не менее. Мы на первом адресе, очень сильный ветер. Так, проставляю статус. Данный клиента замазал. Надеюсь, не забыл. Это восьмой этаж, бро. Не знаю. Крайне интересная ситуация. Здесь у меня, правда, обнаружение, что девятый этаж, но в лифте не было кнопки 9. Приехали мы с оператором на восьмой. И пополам, мы разобрались по лесу. Закрываю первый заказик. Первый из двух в этом мультизаказе. Дальше едем на Ротчельскую улицу. Здесь неподалеку вполне себе хорошее расстояние, нормальное. Доедем к 10 быстро. Два коротеньких заказа по месту. И учитывая, что они из красной зоны, я думаю, рублей 200 максимум мы за них получим. Но в любом случае, хороший старт, мне кажется. Саша, твое мнение? Мое мнение? Твои ставки. Мои ставки? Ну, я ставил где-то на 230-250 рублей. Но что-то мне подсказывает, что это может быть меньше. Заказы, да, коротенькие. И вот мы вручили первый, второй здесь буквально в 500 метрах отсюда. Ну, это прям мало. На машине, конечно, мы быстро доезжаем, но на велике чуть подольше. В любом случае, расстояния такие смешные. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь к Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние три года. А значит, вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества. Комиссия парка всего 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссий на карты любых банков. Круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если желаете снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьером к уникальной программе Эксперт Парк 2.0 с комиссией всего 40 рублей в сутки. Но если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с Эксперт Парк. А если желаете подключиться к Яндекс.ЕДС, делайте это по моей реферальной ссылке, размещенной в описании. Бонус до 30 тысяч рублей честно делим пополам. Уже все, приловчился, делают на автомате. На самом деле непривычно после обычных автомобилей. Эконом класса, скажем так, вот на таком ездить, тем не менее. Заказ вручил, очень милая дама его получила. Проставляю статус. Такс. И все, у нас заказы больше не падают, потому что нужно пройти фотоконтроль. Следующий заказ аптека 36,6, доплата 120%. Это прям очень хорошее предложение, конечно же принимаем его. Так, и ехать 15 минут, это улица 1905 года. Снова в ту же сторону, откуда приехали. Решили мы с оператором выскочить без сумки, чтобы быстро забрать заказ из аптеки. А Саша пока он катается. Нарушает ПДД. На месте. Вот такой вот маленький пакетик. Едем на Шмиттовский проезд. Сегодня мы уже там были, но это какой-то другой конец его. В общем, я доставляю статус, что заказ получен. И двигаемся. Ох, не близкий все-таки пульс. На машине работать, конечно, классно. Очень быстро доставляешь заказы. Но это если нет пробок. Так, сейчас же мы вот встряли чутко. Много машин. Не знаю, видно, не видно. Ну, короче, стоим. Плотненько, небольшой участок. Придется, придется потерпеть. Друзья, мы прибыли в жилой дом. Заказ из аптеки. Доехали довольно быстро. Благодаря прекрасному электромобилю. Я уже проставил статус. Поднимаемся на 11 этаж. И вручаем этот заказ. Но вход, конечно, какой-то странный. Как будто в подсобное помещение. Здравствуйте. Пожалуйста. Всего доброго. Ну что, все. Заказ вручен. И мне уже упал следующий. Сейчас вам покажу, как только спустимся. Друзья, следующий заказ из пятерочки. Написано 17 позиций. 2641 рубль. Так что я думаю, это будет довольно тяжелый заказ. Благо, мы на автомобиле. И, по идее, не должны напрягаться. Ну, посмотрим, что будет. Заказ с Большой Филевской улицы, район Фили. Плюсы. Вот мы сейчас с тобой стоим на платной зарядке. Ой. На платной парковке. Для нас бесплатно. Ну, для всех электромобилей. Да, для всех электромобилей платные парковки, они бесплатные. Ну, которые открыты. Вот такие вот городские. То есть, никаких шаубамов ничего нет. Мы стоим под знаком платной парковки, как раз. Да. Если никаких там... Помимо бесплатной парковки, есть еще бесплатные зарядки в Москве. Это которые городские? Да, да. Городские. Есть городские быстрые, городские медленные. Они все бесплатные. Есть. Помимо городских, есть еще частные компании. Там, допустим, Пункт Е. Я уже забыл все названия. Ну, думаю, это не так важно. Ну, да. В общем, список их на самом большой. На самом деле большой. То есть, их много. По всей Москве много зарядок. Я скину карту, там через приложение зарядок, посмотрю. Ну, там ставишь видос, там достаточно много. Какие еще плюсы именно касаемо такси? От Яндекса даже есть плюсы. Смотри, есть такой режим работы «Мой район». Слышал что-нибудь? Конечно. Ограниченная зона. Да. Выбираешь, вот там просто круг ставишь, от 3 до 5 километров. Что-то такое. И за это у всех водителей Яндекс берет дополнительно 9% комиссию. Но у электромобиля не берет. Ну, здорово. То есть, а за счет того, что я, допустим, могу поставить себе мой район и ездить по центру только, да, и не платить дополнительную комиссию Яндексу, я зарабатываю больше. Потому что многие водители вот так же катают мой район, но платят еще сверху 9%. А я не плачу. Плюс, допустим, мне надо куда-нибудь по делам поехать. Я такой, но по делам мне вон туда. 9% за это тоже не плачу. Это круто. А все плачут. Ну что, Фил, привез тебя на фили? Да, фил, филях, все, как и должно быть. Да, готов. Проставляю статус. И вот пятерочка справа. Сейчас, походу, будет тяжеленный заказ. Ну, посмотрим. На самом деле, лучше, чем я представлял. Вот тяжелый пакет, а здесь просто какие-то, не знаю, туалетные бумаги. А, пеленки. Идем. Что, тестируем багажник передний. О, парперсы везешь. Это пеленки. Пеленки. Так, ну, я тут тряпочки не помешаю. Как раз под наш пакет и получилось. Приехали мы в жилой комплекс «Сердце столицы». Один из самых элитных в Москве. Вот, сейчас будем вручать заказик какой-то девушке или женщине. Видимо, с ребенком, судя по составу заказа. Я уже забыл, какой тяжелый этот пакет. Так, что, вам куда идти-то? Нам, куда-то туда. Ага. Тогда стой здесь, мы скоро придем. Давай, давай. Пришлось звонить, потому что не было заявки. А в комментарии указано «не звоните». Я немного опростоволосился. Вручил заказик, извинился перед получателем. Там был мужчина, такой бородатый, очень статный. Он сказал ничего страшного, так что, надеюсь, мне не поставят плохую оценку. Но это будет сегодня последний наш заказ. Мы дальше отправимся мыть машину. Также потратим заработанные деньги. Посмотрим, сколько заработали. Попробуем прокутить все наши деньги. Мы приехали на зарядку. Сейчас покажу, как заряжать нужную машину. И попробуем зарядиться через Яндекс.Про, чтобы получить приоритет. А какой приоритет? Сколько дают единиц? Четыре. Неплохо, приятно. Блин, забронировал, наверное, мной же. Так, сейчас я разбронирую на этом аккаунте. А приоритет дается только в такси или в доставке тоже? А в доставке не знаю, кстати. Надо посмотреть. Мне кажется, вряд ли. Зарядиться. Далее. Прямо через таксометр, смотри. Ничего себе. Удобно. Вот, заряжается через переходник. Потому что у меня американская версия. Ага. А здесь зарядка европейская. CCS Combo 2. Но у меня американская вилка, поэтому... Ну, только вот такой переходник. Сколько он стоит? Переходник? Да. Слушай, переходник стоит там, ну... 10-15-20 тысяч рублей. А, ну, приемлемо. Ну, да. То есть, какой найдешь. Они разные есть. И, кстати, станция отвалилась. Не работает? Смотри, она горит белым, а должна гореть розовым. А синим, когда заряжается. И что-то какой-то глюк. Но, не беда, можно позвонить в поддержку. Они, может быть, там попробуют ее перезапустить. А зарядка бесплатная, да? Это бесплатная зарядка. Это городские зарядки, а есть частные? Есть частные зарядки, а они платные. Это городская бесплатная, еще и через Яшу приоритет дают. Здорово. Типа для... Ну, как знаешь, в такси за заправку дают приоритет через таксометр. Ага. И еще через зарядку. Ну, за зарядку. Также еще можно за мойку получить приоритет. Ничего себе. Поэтому мы после зарядки поедем еще по мою машину. И мойщиками у нас будут выступать главный герой сегодняшнего представления, Фил. Попробуй себя в новой профессии. Да, мойщикам автомобилей. Топ-профессия. Пока Саша решает вопрос с зарядкой, мы нашли электробус. Электромобиль отечественного производства. Вот такая вот забавная четверка. Ну, интересно выглядит. Что еще сказать? Хотелось бы прокатиться, конечно. Ну, наверное, уровень комфорта Тесле уступает, я предполагаю. Минус бесплатных зарядок, так это в том, что они могут не работать. И вот сейчас я позвонил в поддержку, думаю, ну, мало ли, там вдруг какой-нибудь пустяк. Поддержка зарядных станций? Да. Ничего себе, отдельная поддержка есть? Да. По номеру телефона звонишь и все. Он посмотрел статистику, говорит, с 11 октября на этой станции никто ни разу успешно не зарядился. То есть с 11 октября станция сомана, и никто ни разу не обращался по этой станции. Никто не звонил. Все пробовали, забивали болты и уезжали. Сколько процентов заряда сейчас на машине? 67. Так, это здесь где-то отображается? Ага. Ну, то есть как будто смысла прям сильного в этом нет. Ну, показать зрителям было бы интересно. Нет, просто показать, да, как это вообще, что работает, да. Вторая по счету зарядная станция за сегодня. Что, здесь проблем не должно быть? Я надеюсь, что нет. Так, начать заряд. Начать. Ну вот, смотри, вот сейчас будет моргать зеленым, значит зарядка пошла. Вот все, зарядка пошла. То есть, вот запуск сессии заряда. Снимай, снимай. Ну, я поставил там на час сорок зеленую букву Т. Вот, да, зеленый значок ТС, вот она моргает. Зарядка пошла, она заряжается. Это звук идет отсюда? Не знаю, слышно ли он или нет, но прям такой гул. Что говоришь? Я говорю, смотри, в салоне там тоже как, вон на экране он пишет, сколько будет заряжаться до полного. Да, ну пойдем, подснимем тогда. Да, то есть, вот. Отсюда, оттуда все видно. Бодила, вот в технологии. Да, только на яму не объезжает. Ну, она реально, вот смотри, вот она сама поворачивает. Я на газ не жму, она сама. Если мы сейчас подъедем близко к какой-нибудь машине, она за ней зацепится и будет вот за ней ехать. Если кто-то будет залезать в ряд, она будет пропускать все. А это называется, ты говоришь, адаптивный круиз-контроль, да? Да, это адаптивный круиз-контроль. На самом деле это у многих есть машин. И ты как часто этим пользуешься вообще? На самом деле не так часто, а редко больше. Вот она просит слегка повернить руль. То есть нужно все-таки иногда на них затрагиваться? Да, но она палит вот через эту камеру. Если я сейчас буду сидеть в телефоне, то она очень быстро это спалит. Э, не прижимайся, ёптю мать. Это было опасно. Да. Она быстро спалит, если я буду сидеть в телефоне, будет постоянно это. Вот она сам, вот неровности, она сама подруливает. То есть, ну, как бы. Это называется проверка бдительности, я так понимаю. То есть, чтобы ты не залипал. Да, да, ну, а это уже я переключусь, потому что нам поворачиваем. По итогу за чуть более чем 2 часа я заработал 902 рубля. Выполнено 4 заказа. Все они были с довольно неплохой оплатой. Нет заказов меньше 100 рублей. Это меня уже радует. Есть куда расти, но уже неплохо. Заработанные деньги проедаем на заправке нашей командой. Ну что, друзья, приехали мы на мойку. Сейчас будем эту прекрасную машинку драйвить, чистить. Вы понаблюдайте, как это все происходит. Смотри, 150 рублей на балансе. Кто-то купил приоритета. То есть, за 150 рублей на мойке дают приоритет. Что-то там порядка 4. Неплохо. Ну и вот, и у нас сейчас будет 300 рублей. 300 рублей будет у нас сейчас на счету. Но больше приоритет не дадут. Нет, а это же не я закинул. То есть, это кто-то закинул только что. Пока эта машина выезжала, и я заезжал, кто-то закинул 150. Понятно. То есть, я сейчас тоже закинул еще 150. У меня будет тоже приоритет. И у нас будет 300 рублей помыть машину. Поэтому нужно будет ее помыть качественно, хорошенько, как сегодня поработали. Ну, попробую. Ничего не обещаю. Все-таки я мойщиком еще не был. Это мой первый опыт. Посмотрим, что получится. Ну, всему надо учиться. Разумеется. Все, выбираю усиленную пену. Наноси полностью всю машину к коврике. Ну, сколько она усиленная? У меня отдача небольшая. Ты нормально, ты уедешь. Давай попробуем. И чё? И нажимай на красную кнопку. Красная, которая вот здесь? Да, выбирай, да. Про коврики не забудь. Братан, быстрее надо, быстрее надо. У нас денег не хватит на мой куда-то. Скорость, это не про него. Смотрите, как круто он поднул машину, оплотнул. Можно ехать, работает смело. Просто. Ну, чтобы ты понимал, таксист в среднем моет за 100 рублей. А я сколько? 300? 300 помыл. Ну что, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам ролик понравился. Не забывайте про лайк, подписку и комментарий. Конечно, приходите на канал Саши. Ссылочка на него будет в описании. Мне кажется, получился интересный опыт. Классно сегодня покатались. Да, покатались круто. Насладились жизнью тесловодов, скажем так. Тебе понравилось? Да, конечно. Мне понравилось то, что ты пошел упал бы. Я хоть не мерз, не стоял. Ну ты стоял мерз, но ты не мыл. Да, типа я не мог вот так попозорил. В общем, было здорово. Да, было круто, спасибо. Все, друзья, всем пока, увидимся.